Строительную индустрию стимулируют государственные заказы. В Чувашии сейчас реализуется целый ряд масштабных программ. В муниципалитетах возводят детские сады и жилые дома для переселенцев из ветхого жилья. Сегодня глава республики отправился на строительные объекты с инспекцией. Особое внимание Михаил Игнатьев обращал на качество работ. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В детском дошкольном учреждении поселок Ольгешево нуждается давно. Этот микрорайон развивается быстрыми темпами. Здесь проживает большое количество молодых семей. Сколько детей сегодня с этого микрорайона? По разным причинам им приходится вывозить другие садики. Приблизительно 150. 150. 400 мест будет. Хотим на 340 будет. 340? Да. И с этого микрорайона практически дети из какого периода попадут сюда? Ну а трех лет-то закрываем. Садик пустовать не будет? Нет, садик не будет пустовать. По рождаемости, как сейчас идет здесь, здесь же в основном все равно молодые семьи. Да, рождаемость высокая здесь. Современный микрорайон. Глава республики отметил, что строительство объекта должно завершиться в отведенные сроки. Отставать от намеченного графика сейчас недопустимо. 1 августа я там посмотрел. Объект должен быть сдан в эксплуатацию. Аккуратно все должно быть, чтобы дети, приходя сюда, радовались. Подрядчики уверены, что с поставленной задачей справятся. Основные работы уже завершены. Сейчас здесь устанавливают окна, штукатурят стены и прокладывают коммуникации. В детском саду намерены открыть музыкальные и спортивные залы, а также оборудовать бассейн. Глава региона потребовал использовать для отделки только материалы высокого качества. Экономить на детях недопустимо. Я, наверное, сразу материал посмотрел, что за материал. Так что, если на самом деле по сертификату не тот, который в проекте заложен, снимите и переделайте пускай. Потом, потом, когда садик ведет в эксплуатацию, вам придется учиться. Вообще, в этом году в столице республики построят 4 детских сада. До сентября необходимо реализовать и другую масштабную программу. Сейчас в столице региона возводят новые дома для переселенцев из аварийного жилфонда. В этой многоэтажке по улице Богдана Хмельницкого новоселье отметят порядка 200 семей. Каждый день строители совершают своеобразные рекорды. Задача и действительно амбициозная. Этот жилой дом должен быть сдан уже в августе. Работа налажена в три смены. Тут все двухкомнатные и четырехкомнатные. С лучшими большими. Сейчас в Чебоксарах реализуют четвертый этап программы. Из бюджета на строительство домов было выделено более 1 миллиарда рублей. Подрядчики говорят, что гарантированный госзаказ стимулирует развитие индустрии. В условиях кризиса, конечно, наблюдается в строительной организации тоже некоторая недозагруженность. Коль программа существует, коль надо ее в сжатые сроки выполнять, мы за нее взялись и порешили для себя так. Давайте лучше мы более напряженно поработаем всем коллективам этот период. Ну и люди будут более напряженно не расколаживать, а работать полностью. Программу ликвидации аварийного жилья республика выполняет успешно в 14 муниципалитетах. Работы завершены. Хотя условия они непростые и те подрядные организации, которые на самом деле публично ответственно работают, для них этот все-таки инструмент, я сказал, удержания, стимулирования. Если взять регионы Привовского федерального округа по первому кварталу, 7 регионов только дали с плюсом динамики, в том числе Чувашской республики. Как регионы будут реализовывать программу в будущем обсуждали недавно в Кремле. По прогнозам, через 8 лет в стране признают аварийными более 40 миллионов квадратных метров. Глава республики предложил создать постоянно действующие механизмы переселения граждан. Решение о степени участия государства переселения из аварийных жилья должно приниматься с учетом социального статуса проживающих на основе принципа социальной справедливости. Дальнейшая реализация программы должна стимулировать трудоспособных граждан, прилагать усилия для самостоятельного улучшения своих жилищных условий по действующим государственным и региональным программам. Регионы, которые выполнят программу в срок, президент страны предложил поощрить. В республике подрядчики намерены сдать жилые дома раньше намеченного срока. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.